Продолжение следует... Продолжение следует... Все ли у нас на месте? Вера, ты здесь? Да. Вера, здесь? Елена на месте? Так, пока Лена не подошла, но, я думаю, подключится. Итак, в первой части эфира долго-долго мы разбирали, что такое цивилизация, нащупали многие моменты, отвечающие на этот вопрос, и отталкивались от реплик, которые у нас были в эфире и в чате, и в YouTube-канале, и пришли к выводу такому, что цивилизация — это то, когда… ну, современной цивилизации, это то, когда есть какие-то интересы кого-то, и кто-то подчиняет своим интересам те общества, куда у него есть вход через какие-то… ну, читаем здесь КОП, я думаю, там всё просто, поймёте, что это приоритеты, через какие-то приоритеты управления. Ну вот. И, в общем-то, тех, кто стоит выше, их особо не интересует, те, кто находится ниже, ниже воспринимаются как винтики, исполняющие прихоти задачи тех, кто стоит выше, у кого что-то есть. А держава — это когда каждый человек развивается и взращивается, как ему необходимо было это предписано, свыше. Не нарушаются полконы и кон, которые были переданы предками. Природа не нарушается, потому что на то она и природа, что природе находится, её невозможно нарушать, это мать наша. И, в общем-то, держава заботится о каждом из людей. Получается, каждый человек ради державы, держава ради каждого человека, чтобы каждый человек выполнил своё предназначение в жизни, не нарушая окружающие среды. Вот это вот и есть держава. И теперь, наверное, надо нам посмотреть, какие поступили ещё реплики. И после этого мы продолжим уже разбирать, что же нам дальше делать. Хотя, в принципе, можно закончить вопросом, мы отличия разобрали. Теперь, если будет интересно, то мы будем дальше двигаться и разбирать, что же дальше делать. Ну, двигаться не двигаться, я пойму того, какие будут реплики в эфире, в эфир к нам поступать. Елена 777, реплика. Чернышевский предлагал свою прибыль разделить поровну на частном предприятии между работниками и собственником. Я, Гриша, реплика в эфир. На канале «Культура» в программе «Культурная революция» очень весёлая заставка с человечками, танцующими плавные движения. Не знаю, может, это я такой испорченный, но смахивает на эротику. Да, я, Гриша, у тебя какие-то мысли интересные. Как говорится, у кого чего болит, тот о том и говорит. Здравия, друзья! По поводу державы. Ты, Алексей, красиво сказал, однако насколько это реально. Увы, это невозможно в ближайшие лета. Не подписали, здесь, к сожалению, кто помогает нам. Светлана не написала, как обращаться к тому, кто его пишет именно в этой реплике. Современная цивилизация делает так, чтобы человек впахивал для заработка на квартиру, машину и прочее. Это мы уже сказали. На это уходит существенно длительное время. И когда человек путём немалых усилий добивается этого, то он начинает думать, что он сделал главное на нашей земле и расслабляется. Об этом мы тоже так или иначе поговорили. Почему цены на квартиры и машины высоки, а зарплаты низки? Винтик — это часть чего-то большого. И, по идее, работающего и преследующего какую-то цель. Обычно винтик ассоциируется с часами. Если винтик какого-то не будет, то часы встанут. Сейчас человек, в моём понимании, не винтик, а ненужная или легко заменимая деталька. Вот в нашем государстве. Так я хочу сказать, во-первых, мы не в государстве живём, у нас в государе нет. Во-вторых, об этом был разговор, что винтики взращиваются с большим количеством запаса. Например, на одну дырочку с резьбой готовится десяток, а может быть и сотни винтиков, и между ними происходит конкуренция. И побеждает часто не тот винтик, который лучше под резьбу заточен, а у кого более махнатая лапка взяла и на какое-то место вкрутила. Поэтому, естественно, что не будет винтика, часы не будут ходить, но только винтиков большое количество. И часовщик всегда сможет винтик один достать, другой заменить, вместо него поставить. И шестерёнки тоже самое, и пружинки тоже самое. Современная цивилизация — капитализм, то есть равно капитализм. Деньги превыше всего, но об этом мы тоже поговорили. Вспомним Машкова. Я его хорошим людям считаю. После этой рекламы, рекламы ВТБ-24. Работать за деньги, работать на деньги — это нормально. Дословно не помню, но смысл таков. Да, как-то я встречал такую рекламу. Сейчас деньги — ценность, а остальное ерунда. В этой цивилизации человек легко заменимая деталька. Винтиками люди были в СССР, и это было неплохо. Мы сравниваем СССР с точки зрения, хорошо это или плохо. Мы сравниваем СССР, поскольку у нас зашёл разговор о развитии это или неразвитии, то есть эволюции или неэволюции. Мы выяснили, что цивилизация неэволюционна. Сейчас люди не винтики, а намного хуже. Они никто. Поэтому и беспредел со стороны власть имущих. Слово «власть» означает «владу». Вопрос, являются ли они власть имущими, если так относятся к людям и так относятся к природе. «Бронебор, держу неба, давите выродков, которые наверху управляют стадом, и тогда народ будет равняться на вас». Такой революционный призыв. Хороший призыв, замечательный. Вопрос. «Бронебор, кровь чья прольётся» в конечном итоге. Может быть, какой-то другой есть вариант? Итак, теперь мы переходим уже к вопросу, если, конечно, интересно. Я не вижу реплик. Интересно, неинтересно? Может быть, мы уже бы и закончили, потому что разобрали державное мировоззрение в отличие от цивилизационного. Или будем дальше разбираться? Может быть, уже перейдём к тому, а что же нам дальше делать? Может, на самом деле, на броневичок залезать, да это из пулемёта строчить? Вера, пока у нас нету... Елена не подключилась. Она сказала, что у неё примерно час. Час уже прошёл, может, там и не получится подключиться. У тебя какие мысли по поводу того, что делать, как быть? Так. Ну, давай тогда определимся, кто может участвовать в построении державы. Откуда будут приходить люди? Это уже второй вопрос, которые будут участвовать в строительстве державы. Ну, кто может вообще участвовать? Там такое ощущение, что рядом телефон у тебя лежит в сторону, подвинь куда-нибудь, а то это наводка идёт. Всё? Нет, продолжает. Ну, так ладно. Я думаю так, у нас других людей нет. Вот какие люди нам даны, те и даны. И нам невозможно вдруг с Марса или с Юпитера привезти новых людей сюда. Я, конечно, понимаю, у нас были эфиры проклонов и так далее. Всё это здорово. Но, на мой взгляд, пока мы имеем то, что имеем. Поэтому, я думаю, надо ориентироваться на тех людей, которые нас окружают. Ты что думаешь по этому поводу? Конечно, не нужно разбрасываться людьми, потому что всё-таки здравомыслящих людей хоть и мало, но их должно быть больше, чтобы построить державу. Как без людей? Ну, вот сейчас, на сегодняшний момент, мы видим, что средства массовой информации, о которых говорили, а также системы образования, в кавычках образования, воспитания, в кавычках, и обучения, в прямом смысле этого слова, они заточены на то, чтобы делать людей винтиков. То есть они предоставляют все услуги, все условия для того, чтобы винтик становился винтиком, и чтобы он не выпадал раньше времени из той машинки, которая запущена, которая закручена. Как нам быть-то? Ну, вот люди сидят, и было здесь отмечено правильно, перед телевизором ничего другого-то нету. Может быть, какой-то вариант надо предложить людям для того, чтобы они понимали, что что-то не так? Как ты думаешь? Ну, телевидение у нас прямого, то, что первый, второй там канал, у нас такого нет, но мы хотя бы можем вот по интернету или своим же друзьям объяснить какие-то принципы того, кто они, зачем они, зачем державы, в отличие. Ну, каким-то образом их привлекать к этим понятиям, чтобы они поняли. Ну, в общем-то, да, получается следующее. Если людей… Давайте так просто рассуждать мысли вслух, да, и будем идти от обратного. Если людей при помощи средств массовой информации, обучения ввели в состояние полузомби, а кого-то полностью в зомби, ввели в состояние транса и в состояние просто винтика, не понимающего, для чего он, по сути, здесь, на этом свете существует, значит, каким-то образом необходимо выводить человека из этого состояния примерно таким же путём. Ну да. Получается так? Информационным тоже путём, конечно. Какие-то игровые мероприятия, ещё что-то. Так, вопрос. Какие у нас есть, какие ты знаешь, средства массовой информации, которые бы, ну, скажем так, были направлены на державность, на общинность, которые бы говорили, как надо правильно жить в общине, в державе, как надо относиться к природе, как надо относиться к окружающему миру, к людям, которые тебя окружают. Есть у нас такие средства массовой информации вообще? Ну, есть отдельные просто сайты или какие-то в Ютубе появляются видеоролики, а так, чтобы конкретно прям вот средства массовой информации, нет, такого не видела. Отдельные, да, а так нет. Хорошо, а можешь ли ты, ну, так вот сейчас, вот если мы заговорили про средства массовой информации, можешь ли ты сказать, что, например, Народное славянское радио, оно занимается вот как раз чем-то таким, что необходимо для того, чтобы построить державу? Ну, я считаю, что да. Много чему можно послушать, то, что будет интересно именно для развития и державы, и человека сначала, а потом и державы, державы хотя бы мышления. То есть, другими словами, если вы, ну, так вот обращение, да, или так, нет, не вы, если я вдруг нахожу какой-либо ресурс в интернете, сайт, радиостанцию или там, не знаю, информационный какой-то, не знаю, чат или что-то ещё, и я понимаю, да, каналы, и я понимаю, что это идёт на построение державы очень, ну, хорошо с точки зрения строительства державы, то в этом случае что я делаю? Я всего лишь навсего об этом начинаю рассказывать людям. Да, и хотел бы присылать ссылки, а потом соответствующие заинтересовывать, да. То есть, получается, что людям для того, чтобы каким-то образом что-то разъяснять, необходимо давать как минимум возможность обращаться к этим ресурсам, этим каналам для того, чтобы они что-то для себя начинали понимать. Правильно? Это первый этап, да? Да, безусловно. А без этого как они ещё узнают? Существование другой альтернативы уже, да. То есть, получается, если кто-то усиленно направляет людей на разрушение через средства массовой информации, внедряя в их головы программы разрушения, значит, необходимо таким же образом противодействовать. И если те получают ещё выгоду с этого, то есть им платят рекламщики за то, что они показывали всякую дрянь, они на деньги от рекламы эту дрянь показывают, тем самым они становятся ещё более популярны, потому что люди оболванивают, и люди привыкают к этой дряни, и её начинают всё больше и больше смотреть. И рекламщики ещё больше подключаются, потому что аудитория выросла. Получается, что примерно таким же образом должна работать антисхема. Но если реклама начнётся на ресурс... Ну сейчас, опять же, войдём на Народославянское радио. Если реклама пойдёт на Народославянском радио, то мы превратимся в тех же. И тем самым мы будем трудиться и в конечном итоге работать, опять же, не на державу, а на так называемую цивилизацию. Получается, что за счёт рекламы мы жить не можем. Выходит так. Иначе мы будем пропагандировать часть той системы, о которой сейчас говорим, и той системы, которая выстроила вот эту уничтожающую цивилизацию. Какой тогда другой вариант, если за счёт рекламы не можем существовать? Ну а почему мы должны что-то рекламировать? Я имею в виду, что если ты узнал о каком-то ресурсе, ты можешь поделиться в чатах, в контактах, в социальных сетях или ещё где-то каким-то образом своим знакомым и ещё кому-то. Давайте ту интересную информацию, которая тебе интересна, каким-то образом их заинтересовывать. Так, но ведь получается следующее. Люди, я когда общаюсь с людьми, я слышу следующие такие мышления, размышления, мысли. Люди привыкли к тому, что всё за них делается, что им всё преподносится на блюдочке. Вот они включают телевизор, просто так вот садятся, расслабляются и всё. И там течёт всё из этого голубого экрана по полной программе. Люди не напрягаются. И они, многие, привыкли к тому, что за них всё делается. За них уже решили, что смотреть, когда смотреть. И они знают, что то же самое примерно, плюс-минус небольшим выбором, могут посмотреть все их знакомые и близкие. А тут-то другой вариант. Тут, получается, необходимо самим что-то начинать делать. Ну, к примеру, если человек увидел что-то и узнал, исходя из цивилизационного образа мышления, мировоззрения, он никому это передавать дальше по цепочке не будет. Потому что с цивилизационной точки зрения ему, как и другому, это всё уже на блюдечке с голубой каёмочкой преподнесено. Так ведь? И получается, что привыкший к цивилизационному мировоззрению человек не делится с окружающими тем, что он нашёл полезное для себя. Нас приучили не делиться этим. Нас приучили к тому, что это и так всем известно, поскольку известно тебе. А вот державный подход несколько иной. Ты, как создатель, созидатель, думаешь о том, чтобы хорошую весть, добрую весть узнал твой сосед, узнал твой знакомый, узнал твой близкий человек. И представляешь, вот здесь какая разительная разница получается. Цивилизационный принцип. Не надо никому ничего говорить, кроме сплетен, обсуждать сплетни. Ничем хорошим делиться не надо, потому что это по всем каналам транслируется. А державный, если я что-то хорошее получил, я это хорошее умножу и приложу какой-то труд для того, чтобы эту информацию, эти вести распространить. Не сплетни, кто там на ком женился и сколько там чего раз он сделал, а именно вести добрые, которые усиливают державу, которая состоит из семьи, из людей, из человеков. Ну правильно, потому что если человек заинтересовался, у него что-то там уже щёлкнуло, как он считает, он уже становится на державный путь, так называемый. И таким образом у него нет никаких других мыслей, как поделиться тем же, что он узнал, и что люди начали бы так же, например, не так же думать, а в этом же ключе, в этом направлении. А как построишь? Другим способом не получается. То есть державность подразумевает, что надо быть творцом и добро умножать, а цивилизационный — потреблять. И цивилизационный подразумевает, что все получат то же самое, что и я получил. Вот по телевизору идёт футбол, и все могут смотреть футбол, идёт там балет, все смотрят балет, и не надо ни с кем делиться, потому что программка и так далее. А державный подразумевает, добро надо увеличивать, добро надо сеять, добро надо распространять. И вот большинство людей, отравленных цивилизацией, забывают об этом. Они всё время начинают смотреть с точки зрения цивилизации, а не с точки зрения державы. Они не делятся добром, они не распространяют информацию, они не распространяют знания. Вот с этим я встречался постоянно. Вот одно отличие, на мой взгляд, очень серьёзное мировоззрение державного от цивилизационного. То, что творцы в державе всегда добром делятся, а не увеличивают добро. А цивилизационные ребята они просто поглощают. Вот это один из вариантов. Теперь давай посмотрим. Державы — державы, но держава-то строится из людей, а люди-то они живут не в воздухе, они живут на земле, и сами по себе люди, конечно, могут жить, но, как правило, они живут в обществе. Может быть, нам стоит коротенько коснуться, что есть державное общество. На твой взгляд, что это такое? Из чего оно состоит? По каким принципам существует? Ну, я думаю, что сначала нужно построить какую-то общину, ну, род, человек там. Вот они взяли несколько семей и решили организовать общину. У нас есть такие примеры. И отношения выстраиваются соответствующие, державные в этой общине. То есть те, которые идут именно на созидательное творчество и жизнь обитания в данном вот их общине. То есть от этих общин таких должно быть как можно больше. То есть, по сути, держава — это единая община для того, чтобы каждый, как уже говорилось, жил на земле в ладу с природой по заветам предков ради того, чтобы существовала и эта община, и эта держава. А община и держава заботятся о человеке для того, чтобы он полностью взрос так, как ему предназначено сверху. Получается, что держава — это большая община, в которой проявлены все качества более мелких общин, в неё входящих. Так получается? Да, единая община. То есть получается, в державе проявлена общинность по тем принципам, которые мы уже только что назвали, неоднократно о них уже упоминали, но только где все вот эти вот качества в державе проявлены. Но ведь общины бывают разные. Община бывает, например, какая-то артель, это же тоже община, она выпускает какой-то товар, какой-то продукт, бывает община какая. Например, не артель, а просто люди живут вместе, и они обеспечивают жизнь свою. К примеру, у них есть поля, у них есть сады и огороды, у них есть фермы, у них есть перерабатывающие комплексы, у них есть единая система жизнеобеспечения, и эта община совместно управляет землёй, чтобы та кормила, они перерабатывают, эти дары собирают, перерабатывают, изращивают, собирают, перерабатывают, хранят, распространяют, распределяют. То есть, видишь, общины бывают разные. А сейчас у нас появляются общины виртуальные, то есть в интернете какие-то себя называют общины. Вопрос, что может являться общиной, а что не может являться общиной? Как ты думаешь, первый из критериев, исходя из того, что мы сейчас обсуждали, какой общину определяет? Община — это или не община? Смотря на что идёт результат их труда, я так думаю. Отношение внутри общины. Но даже если эти артели являются общинами, для каждой есть и в Весе, и у нас и воины, и волхвы. Все у нас люди разные, каждый к чему-то способен. Каждый занимается тем, что будет полезно для державы, для общины, для этой общины. И каждая община существует на своём каком-то пути развития. Не пути развития, а в своём выполнении каких-то обязанностей, труд. То есть получается, община — это не просто, когда люди сказали, мы общинники, мы будем жить в одном месте или будем встречаться в одном месте, условно, в интернете. А община — это когда есть общее дело. Единый труд, который их объединяет ради какой-то цели. Это прототип общины. То есть основа общины — единое какое-то занятие, единое устремление, единое мировоззрение. Вот это является общиной. Если люди просто уехали в эко-поселение, может это быть общиной или не может быть общиной, если просто уехали? Смотри, опять же, для чего они туда уехали? Просто уехали, чтобы создать эко-поселение. Всё, вот баста, больше ничего. Ну это как на дачу. Уехали и живут только непонятно чем они там. Ну чтобы были здоровые дети, чтобы дышать свежим воздухом, кушать здоровую продукцию, которую сами выращивают. Ну может быть... Опять же нужно смотреть, какие у них цели всё-таки. Не только же для того, чтобы выращивать экологическую продукцию. Здоровые дети. Нужно думать тогда, чтобы обо всех проявлениях этой общины. Чем она будет заниматься? Как будут у них дети развиваться? Где учиться? Каким образом они будут себе добывать на пропитание что-то? И всё такое. И куда всё это идёт? То есть внутрь только для них. И вообще тоже определиться нужно с целями основными. А не только, опять же, на выживание. Ну в доме может быть... Да-да. В данном случае, может быть, они и на выживание, но потом с развитием. То есть нужно рассматривать каждый отдельно. То есть получается, что община, помимо того, что они живут рядышком по соседству, на своих родовых поместьях или в деревне в окобок, это ещё какое-то общее дело. Общая цель и общее дело. Который их объединяет. Если просто общая цель, чтобы были дети здоровые, это полуобщина, на мой взгляд. Да, их объединяет задача, чтобы дети были здоровые. Но хорошо, дети здоровые, что дальше? А если есть ещё какое-то общее дело, то в этом случае тогда вот это уже может быть общиной. То есть, например, ты упомянула ещё помимо артели ратное дело. Например, дружина. Это же община, дружина. Да, да. Дружина князя, дружина государя, дружина ещё кого-то. Дружина общины той же самой. Это община в общине, община кого-то, община при ком-то, община при чём-то. Занимается своим делом. И они занимаются чем? У них общее дело — это взращивание воинского духа, взращивание своего какого-то внутреннего состояния, умение защищать родину, владеть оружием, побеждать врага. Общее дело — общее дело. Община — община. То есть, получается, любая община — это не просто люди, которые собрались вместе для решения какой-то там единоразовой задачи — проложить дорогу, родить детей здоровых на земле, а ещё которые соединены каким-то общим делом, которые постоянно здесь, в этой общине, в этом месте могут присутствовать и могут их объединять. И вот из этих как раз маленьких общин ратников, купцов, артелей производственных, людей, живущих на земле, складывается держава, где все-все-все-все вот эти качества проявлены. И тогда получается, держава — это единая большая община, которая содержит в себе потребности каждого человека, проживающего в отдельно взятой общине, то есть потребности общины, и соединяющий все принципы в каком-то едином порыве для того, чтобы создавать что-либо, опять же, общее дело, общая цель. Если, например, для общины это может быть какая-то усреднённая задача, то для державы это может быть какая-то уже большая задача, что-либо большое и понятное. Получается так. Теперь давай рассмотрим, раз если держава — это проявление всех общин, то существует ещё общинный принцип не просто объединения, а создания каких-то материальных благ и материальных ресурсов. Вот что ты думаешь? Каким образом в общинах это формируется, и каким образом вот эти блага и казна, так что ли назовём, они формируются? То есть в одной общине может быть разные виды труда. Ты имеешь в виду это или обязанности какие-то? Разные люди. Например, в общине должен быть тот, кто с детьми занимается. На мой взгляд, должен быть. Должен тот, который говорит, когда сеять, когда пахать, когда убирать. Должен тот быть, который знает, как… Ну, разделение по труда, я поняла, или возможности. То, чем может каждый человек заниматься хорошо. Правильно. Это должно быть, да. Хорошо. Тот, который занимается с детьми, если он постоянно занимается с детьми, постоянно воспитывает, или тот, который занимается звездочтением условно, или тот, который следит за тем, чтобы у всех был хороший инструмент, ну, Кузнец, к примеру. Могут ли они самостоятельно, постоянно заниматься самообеспечением? Я считаю, что это должно быть на обеспечение общинников. То есть выбирается или назначается самый достойный, который будет исполнять роль учителя, или нескольких… какой-то знахарь, может быть, или целитель, да, который… И так далее. То есть выбираются какие-то общинные люди, которых раньше называли «мираеды», и которых мир, то есть община, слово «мира» означает как «община», содержат. Да. И получается, что эти люди дают возможность общине существовать, а община тем самым даёт возможность существовать им, этим людям. Выходит так. Получается, что если мы рассматриваем державу как объединённые общины, значит, такой же принцип должен быть внутри державы? Конечно. Безусловно. Значит, внутри державы тоже есть те же самые «мираеды», которые отвечают уже не просто за отдельно взятую общину, а за державу целиком? Да. А как ты думаешь, вот мы когда говорили про средства массовой информации, если эти средства массовой информации не поддерживать, не причислять их к этим «мираедам», возможно ли будет создать державу, возможно ли будет создать хотя бы для начала общину? Нет, без средств массовой информации, ну сейчас как интернет, очень тяжело будет, потому что люди должны объединяться по интересам и по труду, да, что они могут. Хорошо. Вот на сегодняшний момент, опять же, мы можем отталкиваться от того, что я знаю. Я знаю, как работает «Народославянское радио», как оно трудится. Я понимаю, что если мы не будем существовать, то в этом случае большой пласт знаний, информации может каким-то образом не доходить до людей, потому что в данном случае здесь происходит концентрация, то есть объединение на этой площадке «Народославянского радио» разных людей, доносящих с разных сторон свои какие-то мнения, мысли, ведания разным людям. Вот вопрос. Если в общине и в державе необходим вот такие «мираеды», которые бы о чём-то рассказывали другим, то получается, что «Народное славянское радио» — это один из элементов, компонентов, составляющих державы. Так получается? Получается, что так. И получается, если бы, например, я, или какие-то другие люди, которые включились в это и не могут полноценно заниматься самообеспечением, они вынуждены или голодать, или бросить это занятие, или делать его спустя рукава по устаточному принципу. То есть я живу на земле, но мне надо что-то жить. Община меня не кормит, держава меня не кормит. Я, значит, иду, просто-напросто начинаю взращивать картошку, морковку, ещё что-то, ещё что-то. Потом дальше я должен вырастить с запасом, чтобы мне можно было продать, чтобы можно было на эти деньги приобрести доски для грядок, что-то ещё, средства передвижения оплатить какие-то, свет тот же самый, электричество, ну, понятно, да, что-то. И получается, тогда мне уже будет не до радио, мне не будет уже возможности заниматься радио. Получается так. Получается, что в этом случае тот человек, который полностью отдаётся средствам массовой информации славянскому, он становится на позиции мироеда. И в этом случае, если община и содержава не поддерживают его, получается, что он тогда выпадает из мироеда и будет искать другую возможность существования. То есть, к чему это вёл? Я думаю, что пришло время, наверное, разобраться, а какие так называемые средства массовой информации общинные, а какие не общинные. Какие живут по державному принципу, какие не живут. Ведь если с точки зрения цивилизационного подхода, как уже говорилось, человек привык получать что-то, вот он привык, что по телевизору идёт что-то, и он это смотрит. Неважно, хоккей, футбол, кино, там, снахатура какая-то, он это смотрит, и он за это не платит. Да, он платит тем, что, не подозревая, что он смотрит рекламу, которая ему уже в зубах надавила, он к тебе привык, уже там звук включает и всё. И, исходя из цивилизационного подхода, он не понимает необходимости державного мировоззрения, державного мира отношения, отношения к миру. То есть он не понимает, что необходимо, если ты хочешь построить державу, создавать средства существования этой державы, те, которые всегда назывались мироеды. То есть поддержка жрецов, поддержка храмов, поддержка учителей, поддержка целителей, поддержка средств массовой информации, которые бы информировали людей, давали вести о том, что происходит, и помогали людям разобраться в том, что происходит. Вот, мне кажется, ещё одна такая интересная у нас нарисовалась. Позиция державности. Позиция державности, да. Что если человек не понимает этого, он остаётся на цивилизационных позициях. А цивилизация, как мы разобрались, это то, что людей уничтожает. То есть если он не будет поддерживать мироедов, и не поймёт, кто как существует, то в этом случае тогда он не сможет выйти из цивилизации, и не сможет построить державу. Просто, мне кажется, логично. Да, да. И вот я знаю, что на Народном Славянском радио есть некоторые люди, человеки, что они могли бы работать ещё где-то, но они сейчас выживают, трудясь на какую-то там чуть ли не половину заработной платы, полдня. Или на целые, но в то же время есть какие-то претензии от семьи, потому что маловато будет, говорят. Но они всё-таки трудятся на Славянском радио. Я знаю, что вот таким образом. Но им тяжело, но они вот как-то трудятся. Ну хорошо трудятся, не как-то, а хорошо трудятся. Да, у нас есть несколько людей, помимо меня, я тоже главный мироед. Я, правда, не знаю, могу ли я назваться мироедом, поскольку зарплаты не получаю от общества. Но у нас есть люди, которые реально выживают, которым надо заплатить за квартиру, которым надо заплатить за свет, газ и прочее. И там концы с концами еле-еле сует, а мы даже не можем им что-то перечислить. Это и есть на самом деле. Есть люди, которые приехали сюда, чтобы здесь быть полезными, ну, центральные какие-то города, и они вынуждены снимать квартиру, потому что, или комнату хотя бы, чтобы хоть как-то выживать. А исходя из того, что они трудятся очень много, уделяют время Народно-славянскому радио, они просто не способны, нет, они способны, они не могут позволить себе устроиться на постоянную работу, иначе просто не будут исполнять тех обязанностей, которые на себя взяли. Вот это парадокс. С одной стороны, все говорят, как здорово, что Народно-славянское радио появилось, что здесь рассматриваются разные темы, как здорово, что появляются разные передачи, приглашаются разные люди, что мы здесь прям черпаем, 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 а с другой стороны, проявление общинности и державности в отношении радио не у многих это проявлено, не многих выражено. Вот такая и есть беда. Так, вот это, мне кажется, еще одно отличие. То есть, как понять, да, вот мне тоже спрашивают, как понять, на каких основах стоит та или иная система, структура или еще что-то? Ну, как определить, державная это или недержавная? Я отвечаю всегда очень просто. Смотрите, если вы видите, что сайт, форум или какой-то другой информационный ресурс используют принципы цивилизации, то в этом случае они эту цивилизацию усиливают. К примеру, если поддерживают и усиливают, потому что они-то думают о чем-то полезном и хорошем, а позитив, как известно, как и отрицание — это сила, как ты в восторге что-то двигаешь, так и в отрицании что-то двигаешь, когда из тебя эмоции плохие выплескиваются, то есть энергия, сила. И получается, что если вы видите, что на этом ресурсе есть элементы поддержки цивилизации, несмотря на что себя этот ресурс позиционирует, знайте, что это, скорее всего, ресурс, который за счет вас усиливает цивилизацию, ту, которая вас не устраивает. Но какие у нас есть основные признаки цивилизации? Самый простой принцип — это присутствие рекламы. На мой взгляд, я могу ошибаться. На мой взгляд, если вы видите присутствие рекламы, казалось бы, им сейчас скажут, ну как же так, а славянская реклама? Вот есть славянская реклама или нет, как ты думаешь? У нас славянская реклама есть или еще где-то? Нет, вообще, есть ли славянская реклама, такое понятие, как славянская реклама? Нет, я думаю, что нет славянской рекламы. Почему? Ну, потому что она подразумевает другой взгляд на рекламу. Мне так кажется. Давай тогда разовью, ты скажешь, так или не так. Реклама — это то, за что платятся деньги. И тот, кто крутит у себя рекламу, он как проститутка продает свое имя и честь за то, что ему заплатили деньги. Ну да, те, которые славят, они, получается, дают рекламу непонятно. Получается, что если присутствует принцип продажности, то это принцип, который существует в цивилизации. Если вы придерживаетесь принципа продажности, принципа проституции, то в этом случае вы усиливаете своими делами цивилизацию. Если же вы информируете людей, не получая за это деньги, то тем самым вы делаете добро, донося до людей те знания, которые необходимо человеку знать здесь и сейчас. Логично, правильно? Да, всё правильно. Другими словами, принцип проституции в державе отсутствует. Принцип проституции в цивилизации присутствует. Поэтому мировоззрение державное и цивилизационно отличаются ещё тем, что в цивилизации есть проституция, в державе её нет. А проституции бывают разные, в том числе и продажа своего ресурса, своего имени за деньги. Некоторые славяне, они под какими-то другими терминами прячутся, называя себя по-другому, как-то не буду говорить, но здесь дело идёт о выживании ещё у них. Но они сами не понимают, что они кормят кого-то. Да, о том и речь, что человек хочет сделать добро. Я же сказал, человек-то не со злого, умысл это делает, он же не специально, он понимает, что надо выжить. Смотрите, сайт надо на что-то держать, надо платить хостеру, у нас нет славянских хостеров, которые бесплатно тебе предоставил хостинг и в большом количестве. У нас нет людей, которые бы пришли и сказали, я готов нигде не работать, только заниматься этим сайтом. Всем надо на что-то жить. Я прекрасно это понимаю. И получается, что человек говорит, мы можем жить за счёт того, что будем размещать рекламу. Но принцип рекламы сам по себе за деньги — это принцип цивилизации. Если вас не устраивает цивилизация, вопрос, зачем вы её поддерживаете. Поддержка в любом случае, в любом виде, какая бы она ни была поддержка, это усиление того, против чего вы настроены. Ну как же можно одной рукой это разрушать, другой рукой это усиливать? Невозможно. Поэтому один из принципов, если есть элементы проституции, значит это люди живут не по принципу державы, значит они так или иначе усиливают принцип цивилизации. Той самой цивилизации, которая уничтожила в своё время нашу державу. И если другие люди не поддерживают этот сайт, этот ресурс, это говорит о том, что те, кто пришёл на этот сайт, на этот ресурс, не державного мышления, а цивилизационного мышления. Видите, как всё закручено? Одни поддерживают цивилизацию за счёт рекламы, потому что другие не способны понять, что только за счёт державы этот ресурс полезный может существовать. Давай почитаем, какие реплики ещё к нам пришли. Так, Елена, я смотрю, телефон у неё отключился, видимо там батарейка села окончательно. Так, читаем дальше. А, вот Бабай, реплика в эфир. Вольный перевод по буквице «Держава, добро и сила жизни земного ведания человеков». Александр, мне кажется, начинать надо с себя, с семьи, а там дом свой, дом сына, дом внука, улица, и так страну построить новую, и так копу построить и державу. Абсолютно согласен с тобой, Александр. Абсолютно. И сам об этом говорю. Всегда начинать с себя надо, со своей семьи. Но если ваш сосед не будет понимать, в чём отличие мировоззрения державного от мировоззрения цивилизационного, чем одно мировоззрение отличается от другого, чем одно созидательно, а другое разрушительно, вы с ним не построите державу. И, скорее всего, вашим детям и вашим внукам малая вероятность будет построить среди этих людей дом, улицу и всё остальное. необходимо заниматься информированием, то есть извещать людей о том, что как есть. Но если, ещё раз, вот этим нас разрубили, вот этим нас довели в это состояние, средствами массовой информации, это говорит о том, что этот способ действенный, и он на человека действует. Значит, необходимо способом, похожим, но в другом направлении, людей выводить из морока. Если не будет средства массовой информации, известной всем и каждому, который будет заниматься продвижением державного мировоззрения, разъяснять и объяснять, то в этом случае с кем вы будете строить державу? Со своими сыновьями? Со своими внуками? Семена нужно разбрасывать обязательно. Поэтому я и говорю, что есть время создавать не просто эко-поселение, а строить общину, которая бы занималась по нашим державным принципам, самообеспечением, совмещала свою деятельность с другими общинами. Жили бы в достатке, но для того, чтобы это всё произошло, людям, которые эти общины будут строить, необходимо понимать, а как это жить. А для этого необходимо учителя — мироеды, средства массовой информации — мироеды и многие-многие другие мироеды, которых необходимо миром поддерживать. Иначе не будет этого ничего. То, что самого надо начинать с себя, как написал Александр, здорово, я за это же держусь. Я сам себя начал. И в семье моей тоже люди этим занимаются. И друзья мои тоже, с кем я общаюсь, этим занимаются. Но этого недостаточно. Потому что многие люди, послушав какой-то эфир, опять же, про радио говорим, я не буду про других говорить, за кого-то решать не буду. Прослушав эфир, говорит, как здорово, какой классный эфир. И на этом всё заканчивается. Он не даёт этот эфир другим послушать. Он не говорит о том, что этот эфир появился на Народном славянском радио. Он не говорит другому, что где-то там чего-то есть. Понимаете? Это цивилизационный подход. Моя хата с краю, ничего не знаю. И если я узнал о чём-то хорошем, мне хорошо, я сам покушал, а с другими хоть трава не расти. Это цивилизационный подход к жизни. Так что недостаточно самим собой заниматься. Ещё необходимо помогать другим узнавать о чём-то. А это средство массовой информации, проверенный и доступный способ в сегодняшнее наше время, когда у нас есть интернет и есть у нас средства связи. Более мощные, чем телевизионные. Елена, 777. Держава начинается только с семьи, когда создаются державные крепкие и семьи, и хозяйственники. Тогда и держава построится. Абсолютно согласен. То же самое, что и с Александром. Вопрос. Эти семьи из кого будут создаваться? Из тех, которые перед телевизором сидят с пивасиком? Из тех, которые на кухне мордобой друг друга устраивают? Доказывают, кто круче, мама или папа? И спрашивают у ребёнка, кого ты больше любишь, папу или маму? Или бабушку и дедушку, которые тебе дают в айфоны играть? И которые тебе фотик подарят? Или там что-то ещё? И которые тебе разрешат в интернете, смотри, всё подряд, и Дом-2 месяц там будут смотреть? Из этих? С этими? Думаю, что нет. Поэтому необходимо создавать свои средства массовой информации. Создав, необходимо их поддерживать. Поддерживать, необходимо их развивать. Необходимо новые идеи вливать. Необходимо как угодно содержать. Потому что помимо общего дела, вот о чём ещё тоже не сказал, есть общий кош, казна. Если не формируется казна из общего дела, не наворованные деньги, не спонсорские деньги, а деньги от каждого члена общины, от каждого общинника, в этом случае не получится община, не получится держава. Необходим ресурс, благодаря которому можно построить дом, склад, приобрести технику, закупить необходимые там горючо-смазочные материалы, переработать что-то, довести до потребителя, в конце концов, сохранить. Понимаете? Необходим общий ресурс. А у нас общинники, многие, как они себя называют, в экопоселениях, у них заканчиваются общие дела постройкой дороги, проведением электричества, проведением газа. И ещё там какие-то общинные гуляния. Повеселились, поплясали, всё. Общего дела нету. Поймите, община не может быть без общего дела. Это фикция. Когда каждый занимается, чем он хочет и чем он может. Поэтому для того, чтобы появлялись вот эти экопоселения общинного типа, а не просто дачные участки с хорошей общей дорогой, инфраструктурой, где всё было бы классно, необходимо, чтобы как можно больше людей узнавало о том, как правильно жить. Чтобы потом они не дрались и не били друг другу морды, доказывая, кто из них круче. А это возможно только в общинном понимании, в общинном мировоззрении, в державном конечном итоге. А чтобы это было, необходимо доносить знания, доносить ведания. Поэтому да, 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 Елена, Александр, с вами согласен, но если это не доносить, то всё так и будет с точки зрения должны, 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 хорошо, хорошо. И мы все будем коты Леопольды, которые говорят, ребята, давайте жить дружно. А наши, кого называют недруги, они не говорят, они просто делают. Минградземля, в эфир. Здравия, ребята! Всё есть конституция, надо только совесть включить и соблюдать закон. Согласен полностью. Всё это есть конституция. Вопрос только, кому включить совесть? Нам? Тебе? Твоему другу? Или тем, кто этот так называемый закон исполняет? Ну, есть закон, например, чтобы свалки не делать близлежащих там населённых пунктов вот на такое-то расстояние, что у них должен быть регламент какой-то свалок, что они должны принимать столько-то, столько-то, что там должно перерабатываться. Вы мне скажите, пожалуйста, кто-то исполняет эти законы? Ну, почему звонят президенту на горячую линию и просят закрыть свалку там, свалку здесь, свалку там и так далее? Почему закон не исполняется? Да потому что решает бабло. А почему бабло решается? Да потому что принцип проституции срабатывает. В державе нет проституции, а в цивилизации есть проституция, потому что так проще выжить, как им кажется. И поэтому там, где подмазал, там и поехал. Это принцип цивилизации. И если люди это не понимают, это наша с вами беда, тех, кто уже проснулся. Почему? Потому что мы не расширяем, мы не расширяем свои средства массовой информации, мы не поддерживаем так, как надо. Мы не создаём свои общины, которые производили благие дела, которые производили материальные средства, свои собственные, и которые бы за счёт этих средств поддерживали бы мироедов, учителей, знахарей, целителей, средства массовой информации и так далее и тому подобное. Поэтому смотреть на то, что президент дал указ закрыть какую-то свалку или прекратить войну, прекратить бомбить кого-то, или там соединить того-то с тем-то. Это можно смотреть бесконечно. Это крупинки маленькие и реакция только на какой-то вой, который стал очень громкий по всей стране и не более того. Но сами-то мы когда хозяевом станем? А я отвечу, когда? Когда мы сами это поняли, первое. Когда стали этого следовать, второе. Когда создали по этим принципам, это третье. И когда стали блага свои создавать, это четвёртое. И после этого, когда из этих благ, они со своей последней шкурёнки мы снимаем и бросаем, мы содержим тех самых мироедов. Вот тогда строится держава. Без революции, без выстрелов и без нашей крови. Идём дальше. Александр, вот мы сейчас находимся на таком средстве информации, где учат, как жить. Замечательно. Только это средство массовой информации в любой момент может заглохнуть только потому, что они учат, как жить, а им жить не на что. Вот и всё. Люди, которые делают это средство информации, которые учат вас, как жить, они выживают. Они выживают. Я живу на земле, мне попроще. Я вам картошку под сено засунул, хотя она не полезная. Там брюку с морковкой от слизней это улиток отбил, капусту вырастил, кое-как там, если не поморили сверху химтрейлы. И более-менее там как-то себя на 40-50 процентов чем-то обеспечили. И докупили только то, что нам необходимо. А здесь те, которые живут в городах, у кого нет этих земли, и которые хотят, чтобы это средство массовой информации, которое учит вас жить, выживало, и чтобы оно существовало, им как жить. А мы не можем назначить зарплаты, у нас их просто нету. Просто нет зарплат. Мы не первый канал, где есть спонсоры, которые бабло отшлёпывают за каждую секунду рекламы, чтобы потом вас же одурачить. Идём дальше. Елена777, реплика. «Раньше, когда играли свадьбу, то молодожёнов называли князь и княгиня. То есть они как государи создавали свою державу». Государь и государыня — это замечательно по отношению, когда мы относимся друг к другу. «Дарь» — слово присутствует, дарение. Поэтому, когда существует государь и государыня внутри семьи, это здорово, я не против этого, я за. «Князь и княгиня» — тоже замечательно. «Князь» — это ведущий кон, ясно ведущий и следящий за тем, чтобы этот кон исполнялся. Но княгиня — та, которая при нём, та, которая также сконното соблюдает и не даёт нарушения. Виталий Микиров, реплика. «Реклама — это навязанное бесполезное товаро, да, за которое вы платите потом деньги, потому что часть денег на рекламу берётся из той цены, которая добавлена в магазинах, добавлена производителем, который потом рекламу эту оплачивает средством массовой информации, которым втирают в уши, и потом вы идёте в магазин и покупаете, платят свои деньги 30%, может, 40% дороже только из-за того, что реклама прозвучала. «Мидгородземля» в эфир — это НЛП, и избавиться от этого очень тяжело, и это далеко не шутки. Я знаю, что такое нейролингвистическое программирование, это на самом деле тяжело, но для того, чтобы это существовало, я имею в виду не НЛП, а существовала наша держава, которая зарождается и которая выходит с каждым днём всё больше и больше в этот свет, необходимо противодействовать НЛП, есть анти-НЛП, и с людьми надо учиться разговаривать. Вы должны понимать, каким образом средства массовой информации или учителя, преподаватели в институтах, школах, училищах обрабатывают наших детей, и, зная, как работает НЛП, противодействовать это, в разговоре находить общий язык. И тогда всё будет вставать на свои места. Алекс, вопрос в эфир. Державный, цивилизационный подход, Алексей, а не фактически ли это капитализм, национал-социализм? Про что, про державный или про цивилизационный? Я немножко не понял. Алекс, державный — это когда каждый человек держит ответственность перед родом, перед землёй, на которой живёт, перед окружающим миром, перед миром, то есть как и обществом, общиной, перед миром, как Вселенной, и перед миром за то, чтобы был мир. Вот эти все стадии. Поэтому он и держит, и на нём держится этот мир на каждом человеке. И взамен человек от мира, то есть от державы, получает всё необходимое, не только чтобы выжить, а чтобы ему взрастить себя, как это предначертано ему, свыше. Цивилизация не ставит, ещё раз повторю, задач, чтобы каждый человек стал человече и азом. Задача цивилизации — поддерживать некий уровень так называемой «культуры» в кавычках, бытия и питья, для того, чтобы одурманенный человек, как винтик, с утра бежал на работу, выполнял определённые на него возложенные функции, домой возвращался выжатый, ему, чтобы не было дела для своей супруги и для своих детей, а чтобы он хотел просто развлечься от этого бедлама, который насмотрелся на работе, от этого ужаса. Тупо включить телевизор вот так, упереться в него и сидеть до тех пор, пока он не поужинает и не свалится в кровать. Вот это цивилизационный образ жизни. Державный — это несколько иное. Человек превыше всего, потому что человек — это божественное проявление, проявление Бога на земле, а значит, у него божественное начало, божественная установка, божественная задача. Поэтому капитализм никакого отношения к державе иметь не может. Национал-социализм, слово «социализм» идёт от слова «социум». «социум» — это сообщество, давайте по-русски называть, это общество, община. Национальные общины есть, и я за то, чтобы национальные общины существовали. Потому что, ещё раз, много раз я говорил, если Боги допустили, чтобы здесь были разные национальности, значит, это божественный промысел. И необходимо, значит, против Богов не идти. Эти национальности для чего-то нужны. здесь. Но это не означает, что какая-то национальность может или имеет право мне сесть на шею, меня понукать, уничтожать мои рода и управлять мною, так как надо той национальности в его интересах, но в ущерб моим интересам, моим родам. Поэтому я за то, чтобы существовали все национальности, чтобы они придерживались тех устоев, которые им переданы от Богов. Но в том случае, если какая-то национальность начинает уничтожать мою национальность, я буду предпринимать ответные меры, защищая свои рода, защищая свою национальность, защищая свою землю и защищая те другие национальности, побратимые со мной, которые живут с моими национальностями, с моими родами бок о бок многие тысячи лет. Потому что держава, хотя в ней и есть разные национальности, в ней каждая национальность уникальна, для чего-то нужна. А вот если какая-то национальность себя ведёт не так, как надо, то с точки зрения державности она получит по зубам за свои действия. Вот я думаю так. Идём дальше. Ты что-то хочешь сказать, Ир? Я хочу, знаешь, упомянуть о ролике, недавно увидела в интернете. Мухаммед Али говорил. Это чернокожий боксёр американский, сколько помню, да? Известный. Он сказал, что идиоты те, которые живут не в своих родах, то есть мешаются. То есть я вот счастлив тем, что у него чёрная жена, чёрные дети, красивые, прекрасные. И я думаю, что каждый должен также думать и о своих родах, о своём народе, о своём роде, развиваться внутри своего рода и совместно с родами просто дружить. И белые бы дураки те, кто этого просто не понимает, просто какой-то идиот. Он просто удивлялся тому автору, кто вёл ведущему, что он этого не понимает. Но он понимал, конечно, но вот выражал он очень эмоционально вот это всё. Просто замечательно. Я помню этот ролик, он уже старый ролик достаточно, и он сказал ведущему, говорит, вы же прекрасно сами всё это знаете, вы прекрасно сами думаете об этом. Вы просто из-за того, что здесь сидите, так говорите, а думаете-то вы про другое. Я против того, что белые люди смешивались с чёрными людьми, а чёрные с жёлтыми, потому что каждый народ уникален, каждый народ специально здесь что-то есть. То есть это вот примерно так слова Мухаммеда Али. То, что делают с высшей силой, это то, что нужно. Каждый должен нести свою традицию, свои рода. Вот так вот. Александра, реплика в эфир. Община должна быть заинтересована в развитии. Кто-то скотом занимается, дует там, кто-то биотехнологии создаёт, кто-то социальный вопрос решает, учить соратников зарабатывать в интернете, например. Но о чём я говорю? Это общее дело. Это и община. Если нет общего дела, ребята, это социум. Это не община. Община, когда есть общее что-то, дело. Общая земля, которую обрабатывают. Общие ресурсы, которые используются. Общие корма, пастбище, скот. Дети общие. Не с точки зрения, что вся община делает по очереди, приходит и делает. Нет. Общий ребёнок в общине, каждый уникарен для общины. Каждый — это готовая, цельная не Личность, а человече. Это проявление Бога, это проявление ваших родов. Поэтому для общины, дети, это самое важное. И всё, что вы делаете, это вы делаете, по сути, для общины. И вот это только есть община, когда общее дело, общее устремление, общее мировоззрение и общее дело. Когда мне кто-то рассказывает о том, что у нас общины только там проложить дорогу, а дальше каждый сидит по своим гектарам или по двум гектарам, это не община, это дачные участки по интересам, где там потом собираются, песенки поют, хороводы вводят и так далее. Это здорово, это хорошо, но это ещё не община. Александр, верно. Должен быть в каждом деле свой и винтик, и шпунтик, и знайка, и знайка. Всё же в сказке уже есть. Дело в том, что в общине, которая строится не по цивилизации, а по державе, естественно, именно так там предусмотрено. Каждый занимает то место, не на которое его поставил другой человек, через унижение или через заставление, а то, для которого он пришёл в этот мир. Человек приходит в этот мир для того, чтобы занять в нём своё место, пройти необходимые уроки, взять самое необходимое для него и идти дальше по золотому пути восхождения, его развития в других мирах. Поэтому кто-то будет похож на шпунтик, кто-то на незнайку, кто-то на знайку. Всяк кулик своё болото хвалит, и всяк кулик на своём месте чирикает. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Прекратите разделять труд. Надо его объединять в труд, а не разъединять труд. А кто разъединяет труд? Ну, давай так. Я, если правильно понял, то давайте все дружно ломанёмся окучивать грядки. Хорошо, дети пускай беспризорные бегают. Пускай посмотрят «Дом-2». Потом, дружненько, давайте ломанёмся все в коровник. Будем доить. Дети пускай смотрят в интернете порнуху. Пускай. Потом все ломанулись ещё куда-то. Ещё дети пускай сами по себе там друг другу глаза из рогатки выстреливают. Виталий, ты к этому нас призываешь, что ли? Давайте все совместно труд один пошли будем делать? Или ты предлагаешь, чтобы шахматист потягался со штангистом, кто из них лучше в шахматы играет, а кто лучше штангу, что ли, поднимает? Я думаю, что каждый рождён для своего. Кто-то хорошо быстро бегает, кто-то хорошо штангу поднимает, кто-то хорошо в шахматы играет, кто-то хорошо умеет рассказать, как штангу поднимать и как бегать, кто-то учит хорошо, а кто-то сказал, да, ребята, мне это всё-таки неинтересно, я ничего не умею. Я вот тяпочку взял, там три часа на огороде тяпочкой поработал, и мне кайф. Я на земле босичком постоял, я с солнышком пообщался, с растениями поговорил, с птичком послушал. Да мне здорово это. Не трогайте вы меня, я вот на общину тружусь, вот произвожу вот это, и хорошо. Но если все ломанутся этим заниматься, ну что будет? Мы что, как бы опять всех превращаем, не то чтобы винтиков и шпунтиков, а всех только в одни гаечки, что ли, превращаем? Все должны заниматься только одним. Виталий, ну пожалуйста, ну давай не будем всех это под одну-то гребёнку. Сергей, вопрос эфир. Стоит ли делиться информацией, если тебя не слышат, не хотят слушать, близкие тебе люди? Ты понимаешь, что не доросли ещё, благодаря этой цивилизации, в которой мы живём. Дорогой мой Сергей, скажи мне, пожалуйста, а ты живёшь только со своими близкими, и больше ты ни с кем не живёшь? Что, вокруг тебя нет других людей? Известная такая реплика, высказывание. Нет пророка в своём Отечестве. Зачем стучаться туда, где дверь нарисована на стене? Но если дверь нарисована, что ты в неё стучишься-то? Ты лучше займись тем, что ты можешь произвести, а что не можешь сделать, о том и не думай. Если ты можешь что-то сделать, делай, не можешь делать, и не переживай по этому поводу. Можешь донести до двадцати, до ста людей на стороне? Доноси. Не трогайте своих близких. Объясню, почему. Если ты донёс десятку на стороне, то они станут пророками в чужом Отечестве для твоих. Тебя твои, как пророка, не воспринимают. А вот на стороне кого-то они воспримут. И есть великая доля вероятности того, что ты, воспитав на стороне пророков, этих пророков направишь на тех, которым ты не сумел донести. И те пророки донесут тем, кого ты не смог что-то растолковать, сказать. Но не бейся ты головой туда, где нету входа. Не надо. Поступай более разумно. Доноси тем, кто готовы слушать. Рассказывай тем, кому это надо. И не рассказывай тем, кому это не надо. Вот и всё. Олег Маслобоев. Есть всегда разумный выбор. Уберите две составляющие власти деньги. Нужна другая мотивация. Мир бесконечен в ресурсах. Уже есть технологии, способные обеспечить все насущные потребности человека. Да, это всё здорово, это отлично, Олег. Молодец, всё правильно отметил. И так я и мыслю. И именно на этой, на этом принципе, на этой основе строится община, и строится держава. Используются те ресурсы, которые восполнимы. Используются так, чтобы не уничтожать то, что есть в округе. Но если мы сейчас говорим про цивилизацию, где деньги управляют властью, и большинство тех, кого называют властью, превратились, к сожалению, в проституток, которые эти деньги отрабатывают, то в этом случае ты кому это хочешь рассказать-то? Ребята, перестаньте уничтожать Землю. Они скажут, а нам деньги заплатили за это. Нам план спустили. Мы должны уничтожить в этом году столько-то рек, в этом году столько-то лесов, в этом году столько-то полей. Нам за это деньги заплатили. Мы исполняем работу. Если мы её не исполним, нас уволят с этого прикормленного, хорошего, жирного места. Поэтому разговор с людьми, которые живут в цивилизации, он достаточно ограничен. Он ограничен с точки зрения, может быть, там, закона и попыток через этот закон на них воздействовать. Если же мы говорим про державность, то в этом случае необходимо создавать эту державу. Создавать. Никто, кроме вас, этой державы не создаст. О том и речь. Поэтому хотите создавать? Давайте её будем создавать. Не хотите? Ну, в этом случае, давайте будем говорить, как от Леопольда, давайте жить дружно, давайте жить дружно. И будем говорить, давайте уберём власть, давайте уберём деньги. Как убрать власть? Революция. Давайте вспомним, что в конце концов из революции получалось. Чья кровь лилась? на чьи деньги революции устраивались уберите деньги, уберите власть ну и получится, что вы убираете власть за счет денег, которые вам заплатили вот и все то есть убирая деньги вы будете отрабатывать заказ других ребятишек которые взяли деньги из другого кармана того, кто эти деньги производит на благо того, кто эти деньги распечатал и в конечном итоге вы поставите ту же самую власть под другим именем, с другим цветом который вам позволит поставить тот кто устроил революцию на свои деньги которые вам заплатили, чтобы эта революция произошла чтобы ваша кровь пролилась вот и все это разрушительный подход к жизни он много раз показывал что революция пожирает своих основателей, своих детей идем дальше мотивация одна хотите вы жить державно хотите вы так жить, чтобы ваши дети те сказали как здорово, что мой дед моя бабка это все сделали как здорово, что они нас не уничтожили не уничтожили мои рода а сделали так чтоб мы без крови сюда вошли что мы теперь живем в счастливом обществе где нет помоек где нет проституции где нет убийства где мы сильные и крепкие где наши рода не уничтожаются где мы с соседями живем дружно какие молодцы наши деды какие молодцы наши бабки вот это — держава Вот это подход. Не хотите? Ну что ж, мечтайте дальше о том, чтобы брать власти деньги. Я уже не мечтаю. Александр, Алексей, нужно взять пример с ООМРУ. У них расставлено всё это и зарабатывают, и объясняют, за что берут. Дмитрий, вопрос эфир. Как финансово поддерживать, если находишься вне системы? Я уже рассказал. Для того, чтобы финансово поддерживать, необходимо иметь своё финансовое обеспечение. Для этого необходимо создавать не просто кооперативы дачников или поселения дачников, а создавать те общины, которые, занимаясь общим делом, будут себя обеспечивать и будут зарабатывать. И будут зарабатывать не так, чтобы паразитов плодить, а так, чтобы строить державу. И вот из этого общего коша, из общей казны, можно поддерживать мироедов. Об этом я уже говорил. Подробнее рассказать? Расскажу подробнее потом. «Ингард земля в эфир. А как жить? Как жить проституткам? Зачем проституткам жить?» Проститутка не приносит никакой пользы своему роду. Она уничтожает свой род, она продала свой род. Проститутка — это злейшее, что может быть вообще в этой земле. Неважно, какая это проститутка половая или это проститутка финансовая. Проститутка — это то, что уничтожает. Это паразит. Паразит приспособлений, которые за деньги спляшут и нашим, и вашим. Задницу надо показать, покажет задницу. Язык надо показать, покажет язык. Спляшет — спляшет. За деньги. Зачем нужно проститутке жить? Надо сделать так, чтобы проституток не было. И тогда будут жить нормальные люди. Без голубизны и толерантности. А именно так, чтобы всё было хорошо и замечательно. Терпимость нужна там, где приходится терпеть, где есть то-то, что вас не устраивает. А там, где всё вас устраивает, там терпимость не нужна. Понимаете? Там, где всё вас устраивает, где всё сделано по праве, там не нужно быть терпивым. Там всё идёт так, как надо. Терпеть ничего не надо. Поэтому толерантность будет не нужна, которая нас призывает. От Рейнбуржца вопрос. Уважаемые ведущие, как, по вашему разумению, должно строиться державное хозяйство на размерах страны? Сейчас уже у нас третий час будет заканчиваться, поэтому это отдельная тема, и сходите поднимем. Принцип такой же простой. Всё начинается с того, что каждый человек понимает, что надо не деньги из воздуха заколачивать, а производить очень что-то полезное и не разрушающее его, не разрушающее окружающую Землю, не разрушающее этот мир. Это для начала. Использовать те ресурсы, которые восстанавливаются. Брать то, что необходимо, а не то, что хочется. Это первое. Потом надо понимать, каким образом взаимодействовать с другими такими же ребятами. Вот и всё. Александр Зачияр. Верно, реклама по рекомендации донести до близких полезную информацию. Так, я Гриша. Реплика эфира. Не знаю, как Александр Тенеч разбирает слово «государство». Я его уважаю, так как сам я плохо знаю буквицу. Но у меня складывается такой образ «Г» для движения. «О» — самостоятельная форма, структура. «С» — в соединительную форму. «У» — призыв к объединению. «Д» — в награду за труды, получающих достаток. «А» — живущих и созидающих на Земле. «Р» — текущая сила прибывает. «С» — слово «планы», «Т», которое может утверждать своё. «В» — множество, собравшиеся воедино. «О» — самостоятельная форма, структура. Это примечание читать нужно сверху, на сами блоки снизу вверх, то есть в обратную сторону. Понятно, благодарю. Мидгард, Земля, в эфир. И опять ты говоришь про деньги. Значит так, друзья мои. «Деньги деньгам рознь». Вот смотрите, деньгами можно сделать что угодно. Например, на островах Папуасии деньгами долгое время были ракушки. Потом появились крышки из пепсиколы. «Деньги» — это может быть просто напечатанная какая-то бумажка, которая вместо цели переходит в разряд инструмента, эквивалента чего-либо. Поэтому мне всё равно какая-то бумажка у меня на руках. Если мы в державе договорились, что у нас внутри державы ходит эта бумажка, шеймуратики те же самые, например, мы рисуем эти шеймуратики и начинаем внутри державы этим всем пользоваться. А на внешнюю структуру мы пользуемся той валютой, которую принимаем мы там, где этот товар можно продать и на что-то обменять. Вот и всё. Тем самым я внутри державы своей, маленькой державы, общины, создаю свои экономические так называемые условия взаимообмена, а уже зарубежными какими-то делами, зарубежом моей державы, я пользуюсь той валютой, которая пользуется спросом в той державе, в той стороне, в той стороне, в том обществе. В конечном итоге, чем больше будет таких мини-государств, мини-держав образовываться, тем больше будет возможности взаимообмена по нашим уже условиям, и нам не придётся пользоваться какой-то внешней валютой. Но это отдельный первый разговор. Александр Зачияр. Верно, в общине должны быть сословия. Каждый должен заниматься своим делом, чтобы механизм работал. По сути дела, общины тоже механизм, только не подчиняющий себе, насильно кого-то. А тот механизм, который даёт возможность человеку самостоятельно в него встроиться, потому что механизм работает на благо родов, то есть божественный промысел. И человек, как проявление божественного, также встраивается для того, чтобы это всё развивать, и он сам развился. Вот в чём разница от того механизма, который построил кто-то от демонического мира, от пекельного мира. Понимаете разницу? Пекельным подчинением из создания, как это Буратин строгают, вот привели, вот тут обрубили, 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 вставили, не подошёл, ещё обрубили, вставили, не подошёл, выкинули. А держава — это когда человек, если пришёл в эту общину, значит, он где родился, на то и пригодился. Не просто так русское пословие существует. И значит, он в этой державе, в этой общине будет на своём месте. И община обязана ему помочь развиться, помочь взрастить себя, помочь достичь, что он должен достичь. Вот это принцип общинности. Тем он отличается от цивилизации. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Держава образуется лишь тогда, когда 10% населения поймёт, кто я, чьих буду, куда уйду, благодарю. А об этом как раз я и говорил, что если мы заветы предков помним, если мы их исполняем, живём по кону и по исконе нашей, то в этом случае там об этом во всём прекрасно было рассказано неоднократно. И там даётся понимание, как человеку понять, для чего он пришёл на эту землю, в эту жизнь, и что ему нужно сделать. Александр, нужно разместить номер карты на сайте и сказать в начале и конце каждого эфира, и каждого по рубрике. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Мы все скинемся и на развитие нашего радио. Дело в том, что есть люди, которые сбрасываются по 100 рублей. Но смотрите, вот если вы даже на YouTube зайдёте и увидите, у нас там подписчиков достаточно большое количество. Подписчиков в соцсетях достаточно большое количество. Ролики наши смотрят на разных сайтах, на разных форумах ещё больше, чем у нас и в YouTube, и чем у нас там на радио и так далее. И об этом тоже говорится. Но самое-то смешное, что после вот таких выступлений придёт, например, там 30, 40, 50, 100 человек пришлют по 100 рублей, и потом затишье. Всё. То есть выполнили миссию, миссия закончена, всё хорошо, пошли смотреть телевизор. Или поехали заниматься своими делами. Мироед, он живёт постоянно. Он живёт день из-за дня. Он выполняет свою функцию день из-за дня. Он трудится на благо державы, на благо наших родов из-за дня в день. И поэтому недостаточно просто раз в год, когда сердце защемило или когда он слышал призывы, сброситься и прислать. Есть простой принцип. 144 части, 10 из частей взяли, отдали. Вот достатка. Вот достатка. Не от всего, а от достатка. Александр в описании под каждой эфирной отписью на развитие проекта, я думаю, многие кинут. Вот смотрите ещё раз, что я хочу сказать. Наша задача не просто призвать людей «поддержите нас, несчастных! Мы такие хорошие! Вы нас не поддерживаете!» Нет. Наша задача помочь осознать людям, что без державного подхода в этом мире не создать нормальной семьи, не создать своей общины, не создать державы. Это внутренняя необходимость и внутренняя убеждённость, что так надо делать. Это, по сути, большой эксперимент. Созрел человек или не созрел? Осознал он или не осознал? Осознанному человеку повторять это не надо, он и так это делает. А тому, кто не понимает, да хоть тысячу раз об этом скажи. смысл какой? Поэтому есть у нас реквизиты? Есть. Об этом говорится? Говорится. Кто считает это нужным делать, тот уже делает. А всё остальное эксперимент проходит, каждый проходит свой урок, сдаёт свои какие-то экзамены. Так, русский индус. Из державности проистекает взаимоважение. Моё мнение. Естественно, важность каждого, уважение от слова «важность» идёт. Вот важность каждого, она подразумевает державу. Важность каждого человека в державе. Важность державы для каждого человека. Но держава не может без общества, а поэтому взаимное уважение между людьми. Поэтому здесь есть взаимоважение как внутри общины между людьми, внутри семьи, как мини-общины, так и в державе. Каждому человеку, от каждого, от державы к каждому человеку, поскольку каждый человек для державы важен. И от каждого человека через каждого другого соседа к державе вообще. Вот это и есть взаимоважение, без него никак. Медградземля в эфире. Мы же ходим на работу, продаём силу и здоровье за деньги. Тут как быть. Медградзем, я уже объяснял неоднократно, рассказывал об этом, что можно ходить на работу в какой-то этап жизни. Можно сколачивать какой-то даже капитальчик, какой-то запас для того, чтобы что-то сделать. Это допустимо. На каком-то этапе это допустимо. В таких условиях ты поставлен. Но когда человек продолжает ходить на работу к чужому дяде или тёте, когда у него есть всё самое необходимое с точки зрения финансов, что он может построить свой дом, может создать общину, может купить технику, ещё что-то, а он продолжает ходить. И он эти деньги вкладывает не в развитие своей маленькой державы со своими единомышленниками, а он вкладывает их в золотой очередной унитаз, в машину, которая ему не нужна или что-то ещё, это говорит о том, что он продался и он работает как проститутка. Хождение на работу это ещё не говорит о том, что у человека нет державного мировоззрения. Просто надо понимать, для чего он сейчас в данный момент ходит и, может быть, где-то даже терпит. Ведь при строительстве дома, когда строится дом, иногда очень тяжело бывает. И таскать брёвна, и лазить по верхотуре под снегом или под дождём или под палящим солнцем. Трудно там сваи заколачивать или ещё что-то делать. Трудно там леса ставить, лазить по ним. Упасть можно и устаёшь. Это терпение, да, это через вольт. Но ты понимаешь цель, ты понимаешь, для чего ты это делаешь и что ты делаешь. Поэтому и работу можно любую рассмотреть как какое-то выживание для того, чтобы сейчас ты выживаешь и присматриваешься, что будешь делать дальше. И присмотрев, ты хватаешься за это, чтобы достичь следующей, как по ступенечкам ползёшь. А можно просто сидеть как рачок в своей вот этой вот пещерке и хватать, что мимо тебя проплывает, неважно, хорошего качества или плохого. И плакать постоянно, что я белого света не вижу. Поэтому работа работе рознь и зависит она от того, кто ходит на работу и с какой целью. Алиса Велесова. «Я только присоединилась, возможно, не в теме. Если к вам в общину придут бомжи, нищие и убогие, вы их примете? Ко мне в общину никто не придёт, потому что я общину не создаю». Это я отвечаю от себя. Будут принимать их или не принимать другие люди? Это уже их дело. Я считаю так. Человек иногда становится бомжом и нищим. Не потому, что он хочет им быть, а потому, что что-то произошло. Многие, например, стали бомжами и нищими только после того, как они клюнули на яркие рекламы и фантики и взяли в банки кредит. Кто-то сыграл в какую-то игру, надеясь получить какой-то достаток, который был ему, как казалось, необходим. То есть он просто был разведён, как лох в маминой кофте. И он таким образом стал бомжом. А кто-то бомж по натуре, по своей. Поэтому от бомжей по натуре, если бы я строил свою державу, свою общину, я бы, наверное, не пригласил. И нищих и убогих, которые тоже, потому что они просто рождены нищими и убогими, не в семье нищих, а рождены по промыслу нищими и убогими, я бы тоже с большим напряжением отнёсся к выбору принимать, не принимать. Я всегда смотрю, кто есть человек, кто он по своему призванию, по своей жизни, по своему предназначению. И только после этого я принимаю какое-то решение. А кликуха «бомж» или звание «нищий» или «видимость убогого» мне ещё ни о чём не говорит. Надо смотреть, почему, что произошло. И уже потом принимать решение. Александр Зодчияр. «Верно, у каждого свой путь, своё предназначение, свой уровень энергопотенциала». Алиса Велисова. «Люди боятся всего, сект, обманы и так далее». Главный двигатель всего в цивилизации — это страх. Если у человека есть страх, вы будете подчинены цивилизации. Цивилизация будет на вас воздействовать. Вы державником не станете, потому что держава идёт от божественного, там, где божественного, страха нет. От цивилизации идёт, от демонического, от пекельного. А там всё строится на подчинении и страхе. Не выполнил своё задание, поручение, которое тебе назначил кто-то что-то делать, всё, получает 10 палок. Не выполнил — получай 20 палок. Выполнил — получи похлёбку. Вот так и строится. Поэтому если есть страх, то никакой державе речи быть не может. Вы как проститутка сдадите первого встречного из-за страха. А это уже не община, это уже не держава. Как избавиться от страхов? У меня есть лекции. Недостаточно лекций. Вызывайте, будем общаться, буду давать навыки, уроки, как избавиться от всех страхов. Я думаю, у нас ещё будет эфир, не только со мной. Ещё есть люди, которые помогают избавляться от страхов. Реально, они просто как зомбируют. Ничего не бойся, ничего не бойся, ничего не бойся. Считая до 10, ты больше ничего не боишься. Это не наш метод. Наш метод через осознание. Дальше. Мыслитель. У СССР был свой госбанк. Нашлось слабое звено в виде горбий. Банк стал филиалом банка Ротшильдов. То же самое будет с вашими шеймуратиками, общинами и державами. Найдутся слабое звено, которое вас продаст потрохами. Пока у вас будут денежные отношения, вы в конечном виде попадёте в лапы паразитов. Рано или поздно. Мыслитель. Хорошо мыслишь, молодец. Вот для того, чтобы этого не случилось, необходимо избавляться от этих слабых мест. Слабое место, возможно, там, где есть первое. Страх, потому что там есть проституция. В державе нет проституции, потому что нет страха. Держава строится по божественному. Ещё раз говорю. Там, где есть божественное, там страха нет. Там строится по другим принципам, другим устроям, другим поконам. Почему держава была разрушена раньше? Это был определённый урок, из которого мы сейчас можем сделать определённые выводы, пройдя этот урок. Выводы сделаны. Поэтому, если вы считаете, что всё будет разрушено, оставайтесь в цивилизации. Видимо, вас это устраивает. Меня это лично не устраивает. Кого не устраивает, задумывайтесь. Я рассказываю свои мысли, как от этого уйти, ничего не разрушая, не проливая ничьей крови, не входя в состояние 282-й статьи и не нарушая каких-то других законов, как уголовных, так и административных. Так что рано или поздно что-то будет. Будет хорошее или плохое? Зависит от нас. Хорошим — хорошее, отличным — отличное. Так, все вопросы мы озвучили, реплики озвучили. Благодарю Светлану за хорошее сегодня действие. Всё здорово, всё отлично. Так, Елена к нам не присоединилась, но, к сожалению, телефон есть телефон, разряжается. Вера, давай подводить итог нашей встречи. Я сегодня что-то говорил-говорил-говорил, а тебя не слушал и не слушал. Вот теперь есть возможность заключения тебе несколько слов сказать. Что ты можешь вынести из сегодняшнего эфира? Может быть, ты что-то хотел сказать, а тебе просто не дал сказать? Может, я противный такой сегодня? Я думаю, что каждый человек себе должен воспитать державный образ мышления, то есть понять, для чего он живёт, кто он и каким образом ему дальше жить, развиваться и в каком ключе. Вот так вот. И всё? Кратис сестра Таласка. Слушай славянское радио. Ну давай тогда. И другие хорошие ресурсы. Хорошо, я тогда подведу итог. Итак, сегодня перед вами я со своими друзьями, боевыми подругами, попытался раскрыть тему «Державное мировоззрение. Отличие от цивилизационного». В первой части мы очень долго копались в этой гниле, как хирурги, докопались до многих неприятных моментов, поняли, почему они возникают, на мой взгляд, поняли, порассуждали при помощи вас, наши уважаемые зрители и слушатели, за что вам низкий поклон, и дальше стали просто разбираться, а что ж такое держава, чем он отличается от цивилизации. И выяснили, что, в общем-то, цивилизация строится на проституции. По большому-то счёту, если так разобраться, где каждый пытается выгодно себя продать. И чем выгоднее себя продаёшь, тем ты, с большей вероятностью, занимаешь место сутенёра. Дальше ты начинаешь других продавать. А когда ты занимаешь место сутенёра, то в этом случае, если очень хорошо это делаешь, занимаешь место уже крышевателя. Тот, который начинает управлять сутенёрами, начинает управлять теми, кто отдаётся, и теми, кто покупают. И таким образом происходит круговорот денег в этом обществе. Вот, по сути, вот эта цивилизация. Поэтому цивилизация строится на принципе взаимодействия механизмов отстроенной машины для получения какой-то выгоды и прибыли тем, кто управляет этой машиной, кто её создал. Правила, проект, создание. Вот они создали всё замечательно. Дальше все остальные винтики в этой системе. Винтики, шпунтики, ганочки, гаечки. Кто-то как смазочный материал идёт. Кто-то как ремни, которые приводные, износился, выбросили. Неважно. Суть в том, что людей затачивают под определённой целью выстроенные машины. Вот это цивилизационный подход. Державный подход, когда каждый человек держит этот мир, отвечая за мать, землю, не похабя её, живя в ладу с природой, святочтя своих великомудрых предков и их устои, заповеди, которые нам оставлены, поконы, исконь, живя покону. То есть это божественный вариант существования на Земле. Божественный принцип, божественный образ жизни на Земле. И в этом случае каждый человек получает от державы необходимое для своей жизни. Он получает возможность развиться и взрастить себя на золотом пути совершенствования его души в этом и других мирах. И в то же время он заботится о том, чтобы держава эта продолжала существовать, не нарушая этих законов, этих конов, этих поконов. В этом случае получается, каждый человек для державы, держава для него на Земле, которая всех кормит, и Землю никто не уничтожает. Вот это основные принципы. Как дальше строить державу? Наверное, это уже отдельный разговор, хотя уже многое что было сказано. Если вы понимаете, что вы державник, надо необходимо и надо себе зарубить на насу следующее. Держава невозможна без существования тех, кто является мироедом, который создаёт условия для существования и бытия этой державы. Поэтому если вы, как державник, мироеда не поддерживаете, в этом случае вы не получите державы, как бы вы ни пыхтели, как бы вы ни мучились. Ибо без этого невозможно. Вот, в принципе, и всё. Ну что же, давай прощаться. Говори какие-то хорошие, добрые слова. Говорю. Пусть каждый человек построит державность внутри себя. И, построив её в себе, несёт в мир на благо своего рода и мира. С радости и добра всем стремящимся к созидательному труду на благо себя, рода и державы. Ура! Ура! Ну что ж, я думаю, что мне добавить больше нечего. Остаётся только сказать, что сегодня по одному из современных календарей 29 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 39-й день месяца ветров, 7525 лета, пятница. Державное цивилизационное мировоззрение, державное мировоззрение, его отличие от цивилизационного. Такая была тема сегодняшнего нашего эфира. Авторы, сказители у нас сегодня был Алексей Орлов, Вера и Елена. Елена отключилась пораньше, она с телефона говорила, поэтому телефон, видимо, там что-то с батареечкой, а может с интернетом случилось. Но она предупреждала, что это возможно. Итак, низкий вам поклон, друзья, за то, что вы поддержали своими вопросами, своими репликами наш эфир. Благодаря вам тема сегодняшняя, на мой взгляд, по большей мере раскрыта. Как мы обещали, мировоззрение отличительное в качестве мировоззрения одного-другого мы показали. Чуть-чуть даже рассказали, как дальше жить, и как строить. Я думаю, что будем дальше об этом рассказывать. Желаю вам всего самого доброго. С вами была Народнославянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся. А может быть даже ещё чаще будем слышаться уже в новых каких-то качествах с более интересными темами. Добра быть добру. Добра. Народнославянское радио. Всё нужно, всё важно.